Добрый вечер, в эфире информационный выпуск телерадокомпании Гомель, у студии «Працу» Евген Поболовец. Сегодня у Гомеля прошел финал республиканской акции Министерства внутренних справ «Семья служим разом». Проход выполнения державной программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное сяродье» шла размова на посаджении Гомельского гарбоконкама. У Гомельской области в осеньской зимовый период будут працевать 24 бассейны. На ближайшие дни в регионе прогнозуются дожжи и порывистый ветер. Зараз об этом меньше, больше подробно. Пропаганда семейных каштовностей и прикладов самоданного служения громадству и родиме. Сегодня у Гомеля подвели выники акции Министерства внутренних справ «Семья служим разом». С организаторами и переможцами сустрелся Олег Сентюров. Республиканский конкурс «Семья служим разом» сегодня прошел в девятый раз. До финала дошли 14 самых лучших. Сирот основных критериев отбора – дисциплинованность, отказность и активный отдел в громадском житии своих подразделений. Олег, напевно, самое главное – пропаганда семейных каштовностей. Причем для того, как отримать звание лепшей медицинской семьи, необходимо было пройти два этапа. С початку отбор у Минским городским и во всех областных управлениях, потом республиканский этап. И отсюда у денег им кнутся доказать, что служба и семья один одного не выключают. Не обязательно они должны служить вместе. Они принимают активное участие в развитии коллектива, в жизни коллектива, дети этих семей. Поэтому наиболее активные, те, которые ведут здоровый образ жизни, показывают пример всем остальным, мы участвуем на таких мероприятиях. И тем самым показываем пример всем остальным. Сгодно с умовами акции «Семья служим разом» у органах внутренних справ повинен служить как минимум один член семьи. У семьи Семенчиков с Гомеля милицейская погона носит муж и женка, причем ободва майоры. Вячеслав офицер дж. аутоинспекции, Вольга криминально-воконавча инспекции. Кажут, что службы для семьи перешкодой николи не было. Разная служба у нас с мужем. Он что-то, какие-то свои проблемы говорит, я свои. Он подскажет мне где-то со стороны своей службы, я со стороны своей. То есть, как бы, это очень помогает. Два сотрудника. У нас нету непонимания. Мы знаем, что если надо детей задержаться, детей позже прийти, как бы, в этом плане, ну, понимаем, что, ну, работа есть работа. Подчас ушанования переможцев ведучие рассказывают об кожной семье. Особливая увага с захоплением у свободный час. Некто хатные рослины выросшивая, некто замежная мова выучая, некто занимается ландшафтным дизайном на дачных участках. Али у любым выпадку уголовная увага в ухованию детей. Миколаю Костюченко зараз 10 годов. Не олядячи на то, что батька, подполковник милиции, с отповедной занятостью на службе, разум я не проводит шмата часу. Мы занимаемся походами, каратэ занимаюсь я. Папа все время меня возит на тренировки. Мы с ним проводим лишнее время, мы ходим на речку рыбачим. Чем больше семей будут жить у гармонии и сгоди, тем больше гуманным будет громадство. Вручение подняг Министерства внутренних справ и памятных подарунков в первомышленном акции «Семья служим разум» повинно я еще раз подтвердить прихийность людей в погонах идеалам христианских семейных традиций. Уреши служить разум, это пеш за все, за все да потребливать один от того, гонориться своей семьей и обранной профессией. Олег Сентеров, Игорь Маришенко, телерадио-компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Ух этом годе в Беларуси распошалась реализация программы «Комфортное жилье и сприяльное сяродье». И она различна на ближайшие пять годов. Выники ее выконания за 9 месяцев 2016-го обмерковались сегодня на посаджении гомельского гарваконкама. Программа включает в себе модернизацию системы теплозабеспечения, рамонт жильевого фонду и замену лифтов. Так, за 9 месяцев этого года в Гомеле обновлено 14 лифтов. До конца года планует заменить еще 17, что в складе 100% от годового задания. Больше на 70% выконаны планы по капитальным рамонте. А это свыше 100 тысяч квадратных метров площадь. Адрамонтована амаль 140 дахов, обновленные фасады больше 80 будинков. Среди пунктов программы так само – обыходжение с коммунальными отходами и забеспечение высокой якости воды. До речи, практически все пробы, взятые у Гомеля, отвечают всем нормам. Один из микрорайонов, которые потребуют в этом плане особистой уваги, остается Костюковка. Это связано с отсутствием станции обезжелезивания. Мы сегодня на исполкоме предлагаем один из путей решения данной проблемы. Это, прежде всего, подключить данный микрорайон непосредственно от сетей водопроводных города Гомеля. Если финансирование будет обеспечено, мы рассчитываем, что в течение следующего года мы можем выполнить эту программу. Заказчикам по данному объекту может выступить городской наш водоканал. Согласен, это получено, и он готов выполнить эти объемы работы. В уголе областных центрах потребования программы поступово выконываются, и до конца года планка 100% будет досягнута. Это дозволит выконать головную мэтту программы, не допустить, что годовых изнижений объемов ремонту и заховать эксплуатационную надеянность жилевого фонда. Увазе коммерчан. В связи с проведением работ по прокладке трубопровода на объекте реконструкции детячей областной клиничной больницы с 9.1.22 Кастрышника до 7.1 ранницы 23 Кастрышника будет закрытый рух транспорту по Комсомольской улице. Так само уперед с 22.1.22 Кастрышника до 7.1.23 Кастрышника в ближайших домах будет отключена водозабеспечение. Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаниями до первого наместника Старшини Гомельского облаканкама Александра Викторовича Миколузского. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37 с 9.1 ранницы и до 12. У ГТШС на пытание гомельчана откажет первый наместник Старшини Гарваканкама Павел Евгенович Павлов. Нумер телефона 75 19 84. Протягивается отбор проекта в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Сегодня у Гомеля прошел городский этап. На разгляд журы пропоновали проекты в разных сферах экономицы, экологии и культуры. Якие выкликали наибольшую цикавость, расскажет Дмитрий Котов. Конкурс «100 идей для Беларуси» проходит с 2011 года. Студенты и молодые специалисты пропонуют проекты, которые в будущем не смогут принести значную корысть нашей краине. Все лето на городский этап у Гомеля трапили 17 проектов. Мы пригласили очень много опытных экспертов, которые дадут свою оценку проектам, которые будут сегодня представлены. Также дадут ряд советов, которые ребята смогут в дальнейшем использовать для улучшения своих проектов с последующим результативным показателем, чтобы они смогли заинтересовать потенциальных инвесторов и все-таки реализовать свои проекты. Развитие беларусской чугунки, удосконаливание транспортных перевозок, экологичная безопасность, архитектурные изменения в Гомеле. Идеи молодых людей саправды цикавые и заслуговывают уваги журы. Так само пропонуется мобильная прилада «Дапоможник для школьников» и концепция устойливого энергетического развития регионов. Есть и социально ориентованные проекты. Ауторами одного из таких стали наученки ГДУ имя Франциска Скарыны. Причем проект уже реализуется в Гомельском городском социально-педагогическом центре. Проект направлен на помощь психосоциальными, на помощь детям, которые остались без родителей. И мы проводим с детьми индивидуальные работы. Также это могут быть групповые работы и работа уже непосредственно с семьей. То есть, когда мы приглашаем маму, папу, и работаем уже все вместе с психологом. Переможцы трапят на областный этап, а увы, никуда дальнейшего поспеху на республиканский. Когда отримается уразить жюри в Минску, им предоставить гранты на реализацию проектов. Дмитрий Котов, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». В регионе завершилась акция Фонду Миру «Дорогое слово мати». Все лето она прошла в шостый раз. Традицинно гоноровыми гостями урочистостю становятся жаншины разных поколений. Все лето до отдела запросили больше 1300 жихарок в Гомельской области. Громадская миротворчая акция «Дорогое слово мати» все лето ладзилась у трех городах Гомельской области. Ранее урочистое ушанование за урочением подарунков жаншинам пройшло у Будокошалеве и Калинковичах. В Гомельске колледж мостаства имя Соколовского гостина сустракал проставниц Брагинского, Лоевского, Реческого, Добружского районов и областного центра. Сярод запрошенных – жаншины разных профессий и взрослых. Але усеяны мають однолького життёвый ориентир – горда нясуть статус мати. Моя семья – это мои дети. Дети, которые не по крови, но по духу, по разумению. Это дети, которых я учила, которые достаточно часто называют меня мамой и обращаются за советом. И сейчас даже жаля в далеких странах, они со мной общаются, и это греет моё сердце. Да, у меня действительно большая семья. Я, муж, у нас пятеро замечательных деток. Детки ходят в школу, уже в сады, уже полностью вошли в школьную жизнь, скажем так. Мы и дом строим, и карьеру строим. И одновременно дети разусы сразу. Часто жаншин называют слабым полом, однако на самой справе это совсем не так. Каб нарожать детей, заховывать спокоя и мир у семьи, будавать карьеру, займаться громадской деятельностью, потребный характер дея шеяки. У якости запрошенных гостей на урочистых встречах молодые жмадетные мати, ветераны войны и працы, жаншины с активной житевой позиции, громадские деячи, а так само жаншины с лику и кероников. Подтримать их у добрых починаниях, выказать словы пашаны и поваги, головные меты масштабной громадской миротворчей акции. Мы хотим еще раз поднять роль и значимость матери и в семье, и в обществе, и матери как общественницы, и матери как руководителя, и как производственника и так далее. Прежде всего мы хотим отдать дань благодарности этим замечательным людям. Людям, на котором, собственно, держится мир, держится планета и все на свете. Александр Лупиненко, Наталья Игнатенко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области в Осинской зимовый период будут працевать 24 бассейны. Их наведают 2500 наученцев. В регионе развитию материальной базы для занятки плаванием надается постоянная увага. Так, все это был завершенный капитальный ремонт с модернизацией бассейна в Житковичах. Там установлено новое обсталевание водоподрихтовки. За кошт областного бюджета выконанный ремонт бассейна у Рохачевской с Дюшар номер 2. Подрахтована проектно-коштаростная документация на капитальный ремонт с элементами модернизации бассейна Дитячая юнацкая школа Олимпийских резервов у Мазыры. За кошт сродкого областного бюджета протягивается реконструкция бассейна по улице Портовой у Гомели. На даденый момент он готовый на 65%. А прочее того ведется реконструкция бассейна Брису Чачерску. В процессе формирования проекта бюджету на будущий год Управление спорту и туризму облабыканками пропоновало включить у инвестиционную программу реконструкцию бассейна Дельфин у Гомели, который належит городской дитячей юнацкой спортивной школе номер 6. На этот бассейн один из самых буйных у области по пропускной сдольности. 32-й кубок Гомельской области по гировым спорте пройшел в областном центре. С поборностей собрали у спортивного комплекса «Гомсельмаш» спортсменников 11 команд. Осилки прибыли Житковича, Мазыра, Жлобина, Рогачева, Добруша, Хойников. С Гомеля заявилися Белдут, ГДУ «Мяскарыны», «Гомсельмаш», а так само команда МНС. До того же приехали гости из Витебска. Спортсмены выступали у двухборги. Лепшая тут вознащается по сумме двух практикованья – штуршка и рывка. Вага гир – 24 альбо 32 кг. На споборностях областного узровня еще дают выбор. Але у тех, кто выбирает 32 кг, очки за штуршок подвоеваются. Максимальный час выконания практикованья – 10 хвилин. Рекорд Беларуси – 137 подъемов двух гир у штуршку. А сосветный рекорд – 175 разов. До речи гировый спорт в почтный час становится все больше популярным. Как мужчин, так и женщин привлекают, во-первых, строение тела. Здесь именно пропорциональное строение. То есть не много, не мало в меру развитости тела. Очень сейчас большой бум в Европе женского гирового спорта. Очень большой бум гирового фитнеса. Развитие в Европе. Для мужчины самое главное – это преодолеть себя. Преодолеть себя, так же, как, можно сказать, и в марафоне. То есть доказать себе, что я могу больше себя, могу больше других. По выниках областного двухборья переможены в своих ваговых категориях стали вицепчане Антон Матвеев и Олег Мельников. Представники Гомсельмашу Сергей Протский, Максим Володкович, Мазаранин Сергей Дорошко и Рогашорец Алексей Гарновский. А после, до речи, одновил рекорд в области у Штуршку – до 106 подъемов. У командным залику третье место занял Белдут. Чемпион летучнего кубка Житковицкий район все лета стал другим. А лидировала команда Мазара. Лепшие гировики в области – представить регион на Кубку Беларуси, який пройдет у Снежни, до речи так само в зале спорткомплекса Гомсельмаш. И на приконце выпуска коротко про надворье. На этих выходных оно, на жаль, не порадует же хоров региона. Прогнозуется даже и порывистый ветер. По информации областного гидромедцентра, у ночь на субботу будет первоважно без опадков. У день по поудневым заходе пройдут невеликие дожжи. Температура по ветру у нашей складе от минус 3 до плюс 2. У день не поднимется выше за 8 градусов тепла. Ветер по поудневому сходу 6,11, порывы до 15-18 метров за секунду. Подобный характер на дворе заховается у неделю. Ух, это день в особенных районах пройдут дожжи. У понеделок будет первоважно без опадков. Эти инши новини вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуске завершены. Устуды працювал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.